В ближайшие мартовские выходные многие горожане навестят свои дачи и могут неприятно удивиться. В доме побывали воры. При совершении краж данного вида лицо, совершающее преступление, пользуется различными способами проникновения. Это может быть как вскрытие замков на входных дверях, так и отжатие пластиковых окон. Но в 90% случаев преступник проникает в жилище через дверь, прибегая к механическому воздействию, ломают и отжимают двери, а также могут выбивать обычные слабые двери. Кто ворует? Чаще всего люди без постоянного заработка, ранее судимые и наркоманы. Что воруют? Да всё, что можно продать. Что не успели вывезти в городские квартиры, даже стройматериалы и дрова. В принципе, у нас, когда граждане обнаруживают, что в отношении них совершено преступление, они начинают ходить, смотреть, что у них украли, и тем самым уничтожать следы преступника. То бишь, здесь гражданин тоже должен понимать, что не надо этого делать. Соответственно, если он увидел, что его дачный дом, либо его домовладения проникли, соответственно, позвонить, вызвать сотрудников полиции, приедет следственная оперативная группа, по возможности зафиксирует, точнее, зафиксирует факт хищения имущества, если он был, и уже в процессе отработки гражданин уже может сам посмотреть, было ли похищено у него имущество, либо нет. Что спасает от воров? Полицейские говорят, сигнализация или камера видеонаблюдения. Даже муляж. В принципе, преступник, он либо лицо, совершающее преступление, он понимает, что здесь, в принципе, установлено, скорее всего, видеонаблюдение, которое может его запечатлеть, и тем самым он может благополучно отказаться и уйти, пройти мимо этого дома. Безусловно, на руку дачникам металлические двери с надежными замками, окна с запорными механизмами изнутри и решетки на все остекленные конструкции. И еще один совет от полицейских. Не пускайте в свой дом посторонних. Остерегайтесь жестов от работников, коммунальщиков. Не приглашайте к себе в жилища незнакомых и малознакомых людей. Не оставляйте ключи от жилища в общедоступных укромных местах. Если все-таки вы заметили незнакомых людей, обратите внимание на их дальнейшее действие. Постарайтесь запомнить приметы данных граждан. И не привлекайте внимания, просто позвоните в полицию, сообщите о том, что у вас появились какие-то незнакомые люди. Если же застали вора в своем доме, что называется с поличным, не вставайте на его пути. Запомните приметы, посмотрите, в какую сторону побежал. И сразу звоните в полицию. В первую очередь, свое здоровье, оно, наверное, скорее всего, надо его ценить и беречь. Потому что мы не знаем, мы же не понимаем, что на уме у данного гражданина и как он себя поведет. По возможности, не оставляйте свой загородный дом надолго, без присмотра. Оперативность обращения в полицию увеличивает возможность раскрытия кражи и возвращения украденных у вас вещей. Поздравляем вас с выступающим праздником. Желаю вам всего самого лучшего. Здоровья, счастья. Спасибо большое. Вот так цветами и поздравлениями встречали утром 5 марта всех женщин, сотрудниц и посетительниц здания мировых судей. Здесь проходит акция «Вам любимая», в которой судебные приставы Тверской области участвуют второй раз. Много лет мы рассказывали, как в преддверии первого праздника весны милых дам поздравляют инспекторы ГИБДД. Второй год к акции присоединяются судебные приставы. Приятные сюрпризы ожидали сегодня и посетительниц МФЦ. Доброе слово, цветы и улыбка – как это важно сегодня в непростые для всех россиян времена. У нас очень хороший мужчина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова